Хочется приготовить такой вкусный, но в то же время очень полезный десертик. Я буду готовить маффины. Маффины буду готовить со множеством вкусняшек. Там будут и орешки, там будут чернослив, курага, изюм, даже яблоко и морковь. И что мне для этого понадобится? Всего ничего. Для начала я разобью 3 яйца. 3 яйца и сюда добавлю 1 четвёртую чайную ложку соли. 1 четвёртую чайную ложку соли. И перемешаю. Сюда же, в яичную эту смесь, я добавлю растительное масло 50 мл. И просто перемешиваю. Жидкие ингредиенты я перемешала. Теперь приступлю ко второй части приготовления теста. Это я буду смешивать сухие ингредиенты. И для этого мне необходимо взвесить 240 грамм муки. В муку я сразу добавлю 60 грамм сахара. Добавляю сразу ванили. Разрыхлитель. Разрыхлителя понадобится 2 чайные ложки. Также в тесто я добавлю корицу. 1 чайную ложку соли. Также 2 чайные ложки. 1 чайную ложку соли. 1 чайную ложку соли. 2 чайную ложки соли. 1 чайную ложку соли. 1 чайную ложку соли. 1 чайную ложку соли. И достаточно. и добавляем орешки. Сюда можно добавить арахис, можете использовать грецкий орех, фундук. У меня здесь смесь грецкого ореха и миндаля. И все перемешиваем. Теперь делаю такую лук и вливаю эту яичную смесь. Потихонечку замешиваю. Достаточно такое большое количество получается. Я отправляю это все в тесто. И сюда же отправляем сухофрукты, заранее замоченные. Это у меня курага, чернослив и изюм. И все это надо хорошо перемешать с тестом. Все, тесто я подготовила. Вот такая вот консистенция получается. И выпекать я буду в обычных силиконовых формочках. Для этого необходимо наполнить формочку на две трети. За счет добавленного сюда разрыхлителя наши маффины еще подрастут. Вот таким образом я наполню все формочки. Заранее я разогрела духовку на 175 градусов. Чтобы уже когда наполню формочки, духовка была разогретая. Таким образом наполняю все формочки. Тесто я разложила по формочкам. Теперь необходимо смочить в руку воде и уплотнить их так, чтобы ни морковочка, ни яблочко особо не торчало. Формочки готовы. Теперь я их отправляю, положу на противень, отправлю в духовку. Предварительно духовка у меня разогрелась до 175-180 градусов. Ориентируйтесь на свою духовку. Эти маффины будут выпекаться где-то минут 15-20. Тоже ориентируйтесь на свою духовку. Смотрите, какая прелесть получилась. Вот такие вот замечательные, очень полезные маффины. Сверху я полила медом и посыпала орешками. Только с духовки. Вот такая вот красота. Готовится быстро. Готовьте! Приятного аппетита и до скорых встреч! Пока-пока! Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч! До свидания! До свидания! Продолжение следует...